Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Глава Люберец Владимир Ружицкий провел традиционную встречу с жителями. Четыре аварийных дома начали сносить в рамках реконструкции микрорайона 1А. Гражданская оборона в Московской области исполняется в 80 лет. Праздничный концерт прошел в Люберцах. Жители округа начали тестировать новое мобильное приложение системы 112. Сотрудники МАЭСК проверили охранные зоны электросетей. Почему спиннеры так популярны и как они влияют на детей? Мария Лапочева попробовала разобраться. Вопросы экологии, медицины, развития спорта и благоустройства придомовых территорий стали самыми обсуждаемыми на традиционной встрече главы с жителями. Мероприятие прошло в 10-й школе. О том, что еще волновало Люберчан, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Спорт в каждый двор – это не только новый проект, который успешно реализуется на территории округа, но и вся концепция развития физической культуры в целом. Власти Люберец стремятся сделать спорт доступным каждому жителю. Ежегодно открываются различные площадки для того, чтобы у Люберчан была возможность реализовать себя и организовать свой досуг. Об этом в своем вступительном обращении рассказал глава Владимир Ружицкий. Но мы ставим основную задачу развития спорта по месту жительства. Поэтому я могу вам сказать, что мы за последние года три сделали такой качественный рывок в развитии. В Люберецком городском округе создано и работает 265 дворовых спортивных площадок. За то, что власти так активно продвигают спорт, жители неоднократно благодарили представителей администрации. Пользуясь случаем, Люберецкая федерация самбо попросила поддержки, а жители городка Б обратились с просьбой создания льготных абонементов в ФОКИ. В свою очередь не растерялись и интеллектуалы. Попросили выделить постоянное помещение для шахматного клуба. Я поручу интеллектуалу у нас в администрации закончить языки в физтех Андрею Николаевичу Серову. Надо посмотреть, где мы можем, потому что на самом деле шахматный клуб должен быть. Благодарили представителей власти и за новые игровые комплексы. Жители попросили установить там видеонаблюдение. А тех, кому пока приходится гулять с детьми на соседних площадках, обнадежили, что и их дворы на поселке Калинино внесут в план по комплексному благоустройству. А еще жителей того же микрорайона волнует отсутствие сливов для воды на дорогах. Сливы будут на этой дороге, потому что постоянно осенью, весной, когда тает снег, все время стоят лужи. Пройти невозможно. Везде, где у нас заходит подрядчик на работы, сначала проводится определенное изыскание, для того, чтобы понять сторону уклона, для того, чтобы отвезти воду со двора. И там, где это возможно, это все везде делается. Также на встрече остро стояли и вопросы медицины. Отсутствие узких специалистов и нехватка врачей в поликлиниках не первый год мешают люберчанам лечиться, как полагается. Собственное здоровье волнует и тех жителей, которые неоднократно фиксировали вредные выбросы в атмосферу. Тема экологии на территории городского округа вызвала бурное обсуждение. Вы планируете закрыть этот вопрос с едкими выбросами? Я понимаю, что не все в вашей компетенции. Что-то приходит со стороны Москвы. Но то, что на нашей территории. Планируете ли вы этот вопрос закрыть? По последнему аналитическому выезду, совместно с лабораториями, которые в самом деле не подтвердили превышение предельно допустимых концентраций, сейчас герметизация всех провалов уже завершена. Надеюсь, что с учетом всех работ монтажных, которые там были проведены, мы избавимся от этих вредных пахучих веществ. На встрече с главой в 10-й школе побывали более 200 люберчан. От них поступило 45 вопросов. Все прозвучавшие проблемы и предложения Владимир Ружицкий взял под личный контроль. Анна Троян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Четыре аварийных дома снесли на минувшей неделе в микрорайоне 1А в Люберцах. В скором будущем на их месте появятся новостройки. Проинспектировал ход работ глава округа Владимир Ружицкий. Разбитые окна, пыль от разрушенных стен, заброшенные квартиры. Это не вундализм и даже не землетрясение. Снос ветхого жилья в микрорайоне 1А для жителей этих домов скорее радостное событие. Похоже, здесь недосоздание домашнего уюта. Но в непригодном для жизни состоянии дома 60-х годов оказались не из-за тех, кто их сейчас разрушает. Уже давно протекала крыша, перекрытия ломались, канализация, проводка. Все оставляло желать лучшего. Теперь отсюда все съехали. Жители этих домов уже расселены. Расселено 65 семей. Значит, расселены они в новые дома. По словам подрядчика, условия, которые предоставили бывшим жильцам этих квартир, намного лучше, чем были. У некоторых даже увеличилась площадь жилья. А вот район остался тот же. На сегодняшний день мы стремимся, там, где производится снос, там, где люди проживали, желательно в этих же микрорайонах людям давать жилье. На месте этих двухэтажек будут построены два многоквартирных дома с подземной автостоянкой. В районе заработает новая инфраструктура, детский сад и в 2018 году построят школу на 825 детей. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Объекты теплослабжения городского округа Люберцы приостановили работу, но там сейчас, что называется, горячая пора. За короткий срок коллектив каждой котельной должен провести профилактический ремонт, чтобы без сбоев пройти очередной осенне-зимний отопительный период. Как справляются коммунальщики, выяснили представители администрации в ходе плановой инспекции одной из котельных в Малаховке. Работа кипит. За две недели модернизации на этой котельной уже реконструировали два котла. Сейчас меняют все теплообменники. Средства на масштабную реконструкцию выделили из источников Люберецкой теплосети и муниципального бюджета. Задача сегодняшнего дня – успеть подготовиться к холодам. Мощность котельная где-то 14,5 гика, а расходная – 24. И поэтому дефицит огромный, по подсчетам 65% дефицит. Это есть большая проблема. Я допускаю, при достаточно низких температурах здесь будет дефицит тепла, будет. Но я надеюсь, и верю, мы сможем все-таки в целом зиму по теплу от этой котельной удержать. А чтобы 56 домов, 3 школы и один детский садик не замерзали зимой, в следующем году котельную модернизируют полностью. И, по словам представителей власти, следующий отопительный сезон на МЭЗе будет жарким. Новое оборудование не только выведет объект на требуемые мощности, но и позволит ощутимо экономить ресурсы. Любое новое, то, что устанавливается, это позволяет экономить. Все теплообменные аппараты, они были отработаны уже, было отработано долгое время. Из-за этого они забились и исчерпали свой срок службы. У нас есть несколько примеров котельной. Это в Томилино котельная, тоже отмодернизирована, где приятно зайти на нее. Где новое оборудование, новая автоматика, это, во-первых, и безопасность. Все это реально, все это делается. И, как показала инспекция, ремонт в котельной на МЭЗе ведется в плановом режиме. Все намеченные на этот год работы завершат к 1 сентября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Крупный пожар произошел на минувшей неделе в промышленной зоне города Люберца на котельническом проезде. Огнем было охвачено около 200 квадратных метров с Лоскового ангара. По предварительной версии, причиной пожара стала халатность арендаторов. Вызов на пульт диспетчера поступил в 14 часов 20 минут. По словам очевидцев, пожарные бригады прибыли оперативно. Приехали очень быстро, буквально минут 5, максимум 10, максимум. Быстро приехали? Быстро приехали, слава богу, молодцы ребята, дай бог всем здоровья. Но они молодцы, молодцы. По крайней мере, наш склад, мы занимались токарными изделиями, наш склад спасли. Пожарные локализировали очаг возгорания в 14 часов 56 минут. А через 3 минуты в 14 часов 59 минут было полностью устранено открытое горение. В ходе происшествия погибших и пострадавших нет. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются уполномоченными лицами. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянком, телеканал ЛРТ. Гражданской обороне в Московской области исполняется 80 лет. Системы оповещения и эвакуации населения начали складываться в нашей стране еще в годы Первой мировой войны. В 2017 году это отлаженный комплекс мер по спасению людей. В Люберцах сотрудников спасательных служб поздравили в ходе торжественного мероприятия в Люберецком ДК. Перед началом праздничного мероприятия сбор гостей и выставка, посвященная отважной работе спасателей. Потом официальная часть конференции Ассоциации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы открывается подробным докладом об истории современности структуры. 3 августа 1937 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о местной противовоздушной обороне города Москвы, в том числе и пяти округов Московской области, в котором предписывалась организация местной обороны окрестностей города Москвы в радиусе 100 километров. Эта дата и является днем создания гражданской обороны Московской области. В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония вручения наград. Так, Орден гражданской обороны Московской области получил ветеран вооруженных сил России Люберчанин Владимир Дубровин. Вас все с праздником гражданской обороны. Это то, с чего многие здесь сидящие начинали. Памятную медаль МЧС России вручили главе городского округа Люберца Владимиру Ружицкому за вклад в организацию защиты населения и материальных ценностей. По роду своей деятельности приходится зачастую работать плечо к плечу, работать вместе, совместно по целому ряду вопросов. Я, конечно, благодарен Михаилу Ивановичу, что он как-то выбрал местом проведения празднования 80-летия гражданской обороны, именно Люберцы. Глава округа поздравил всех, кто стоит на страже гражданской безопасности с праздником, пожелал здоровья и добра, и как можно меньше чрезвычайных ситуаций. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 19 августа в Наташинском парке впервые в истории городского округа состоится сырный фестиваль-ярмарка. В нем примут участие около 20 сыроварин со всей России. Мероприятие обещает быть масштабным и, конечно, вкусным. В преддверии праздника на одной из Люберецких сыроварин-участниц фестиваля побывала наша съемочная группа. – Скажите, пожалуйста, а что вы сейчас делаете? – Делаю пасту. – Пасту для чего? – Для сыра. – Для какого? – Для разного – моцареллы, бураты. Андрей Анохин – помощник технолога. Работает на этом предприятии с самого его основания. Делать качественную пасту для изготовления сыра – не только его обязанность, но и любимое дело. Говорить о технологиях производства молочного продукта может бесконечно. – С лимонной кислотой, потом добавляется чужой фермент, оно застывает, а потом вмешивается такое зерно. Из этой пасты получается мягкий сыр строчетелла. С итальянского переводится как что-то вроде «порванный в лохмоте», имеет нежную консистенцию и ярко выраженный сливочный вкус. – Получается строчетелла. Добавляются сливки, там специальный процесс. И это начинка для бураты получается. Бурата – еще один мягкий сыр, который здесь делают. Он изготавливается из сливок и молока буйволицы или коровы. Относится к семейству сыров моцарелла. Итальянец Франческо знает весь его процесс приготовления в мельчайших деталях и строго следит за тем, чтобы сыровары ни на шаг не отступали от исконного рецепта приготовления этого деликатеса. К сожалению, по-русски Франческо не говорит и не смог ответить на наши вопросы, но работу свою знает твердо и уверенно ее делает. Всего в цеху работает 10 человек. Они производят примерно 2000 вот таких вот мешочков бураты в день. Для изготовления сыра здесь используют российские продукты. Особое внимание уделяют молоку. Молоко, естественно, только российское. Причем расположение данной сыроварни, оно не просто так. Оно именно по расположению той фермы, которую отобрали мои итальянские технологи. Потому что само молоко дальше в 80 километрах везти нельзя. Производство полностью ручное. В сыроварне делают мягкие и полувыдержанные сыры. Строчетеллу, бурату, моцареллу, скаморцу. Всего 14 наименований. Все они будут представлены на фестивале 19 августа. Поэтому и привезут с собой действительно, поверьте мне, привезут действительно достойные сыры, которые можно будет не только попробовать, да, или посмотреть, как их производят на данном фестивале, потому что будет устроен мастер-класс, ну и можно будет, соответственно, и купить. Цены будут на порядок дешевле. Мероприятие состоится в Наташинском парке. В программе мастер-классы дегустации и насыщенная культурная программа. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Популярность нового мобильного приложения системы 112 Московской области набирает обороты. Благодаря ему у жителей Подмосковья появились дополнительные возможности по вызову экстренных служб помощи. Также в нем есть дополнительные опции, которые помогут пользователям быть в курсе важной информации. Пользователи нового мобильного приложения теперь могут вызвать экстренную помощь нажатием одной кнопки. Жителям не нужно ждать ответа оператора. Специалист перезвонит сам в считанные секунды. Также там можно написать сообщение, указав нужную тему. ДТП, вызов врача или МЧС. Эта функция поможет людям с нарушением речи или слуха, или в ситуации, когда человек не может говорить. Любой пользователь может скачать на интернет-портале AppStory и Google Play это приложение, набрав в поисковике 112 МО. Приложение доступно всем, бесплатное, очень удобное. Еще что интересно в этом приложении, человек регистрируется, пишет свои контактные данные. Также он может внести телефоны ближайших родственников для связи, адрес проживания, медицинские какие-то показатели. А еще благодаря приложению каждый житель может сообщить об экстренных происшествиях в Московской области. Они отобразятся на интерактивной карте и будут видны другим пользователям. К примеру, это поможет водителям выбрать наиболее удобный маршрут. Кроме того, в 112 МО есть лента самых важных новостей от различных служб. Это может быть плановое отключение воды или штормовое предупреждение. Что еще и хорошо в этом мобильном приложении, человек может найти адрес близлежащего отделения полиции, отделения скорой помощи, больницы, терминологические пункты, ИДДС, МФЦ. Причем не только адрес, значит, там будет адрес, время работы, телефон, расстояние от вас до этого учреждения. Одна из самых важных функций приложения – определение геолокации пользователя. Оператору будет заведомо известно, откуда поступил сигнал о помощи. Это поможет в поиске потерявшихся в лесу пропавших людей или угнанных автомобилей. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Сладкие дни наступили в Люберцах. С 1 августа в Подмосковье стартовала продажа бахчевых культур. Однако, как оказалось, это хороший повод не только для радости жителей, но и золотая жила для предпринимателей, чтобы заработать незаконно. Наша съемочная группа выехала в рейд с представителями власти, полиции и общественной палаты городского округа, чтобы пресечь несанкционированную торговлю арбузами. А чем чревата покупка такой ягоды, выясняла Анна Троян. Продавец арбузов на улице Толстого явно не ожидал такого повышенного внимания к своей так называемой торговой точке. Грузовик припарковал почти на проезжей части. Продукцию реализовывал незаконно, без какого-либо разрешения и документов на товар. В итоге астраханские арбузы пришлось сворачивать обратно, а самому продавцу поехать в отделение полиции. Мы видим с газели, с машин, с поддонов, с земли. Естественно, это недопустимо. Второй момент. Никаких соответствующих справедливых документов на продаваемый товар нет. Что такое справедливые документы? Это товаро-транспортно-некладная поставщика и сертификат соответствия на то, что товар безопасен. Едем дальше. Улица 3-я Красногорская. И снова грузовик у обочины. Так торговать явно нельзя. Хотелось бы сказать этим ростовским продавцам арбузов. Но, к сожалению, поругать было уже некого. Как мы видим, арбузы по 25 рублей килограмм. Но продавца нет, бери не хочу. В принципе, сейчас весь рейд может затариться за один раз, потому что продавец куда-то убежал. Как оказалось, продавец скрылся в помещении соседней автомойки. Своим серьезным настроем участники рейда напугали и других предпринимателей, которые якобы и знать не знают, кто рядом с ними незаконно осуществляет торговлю. Я говорю, сожгите нафиг вообще ее. Арестуйте, заберите. Но сотрудники полиции так просто не сдаются. Находят второго продавца. И, конечно, у него не оказалось никакой разрешительной документации. Здравствуйте. Вы в Ростов обратно? Да. Откуда арбузы у вас? Здравствуйте. И такая картина далеко не редкий случай в Люберцах. Несанкционированная торговля бахчевыми. Золотая жила для недобросовестных предпринимателей. Они проезжают ежедневно и несколько раз в день, и никакой реакции нет. Кому обращаться? Однако, как утверждают представители власти, нарушителей в этом году стало гораздо меньше. Торговлю бахчевыми культурами в округе ежедневно контролируют. Незаконную жестоко пресекают. Штрафуют предпринимателей. Белый сладкий, как первая любовь. Чего нам только не скажут продавцы, чтобы продать свои арбузы. Ну а мы, простые обыватели, в свою очередь, не задумываемся, когда покупаем в несанкционированном месте. Очревато это ни много ни мало нашим здоровьем. Ведь никто точно не знает, откуда приехал, чем удобрялся и как хранился такой товар. Проверить содержание придорожных арбузов взялись участники рейда. Помог тестер нитратов. То есть в норме должно быть 60, показывает 486, опасную концентрацию нитратов. Норма превышена в разы. С дыней такая же история. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют жителям приобретать товар только в разрешенных местах, где бахчевые имеют соответствующую сертификацию. Это торговое место деревянного формата с символик арбуз и дынь размером 3 на 2. Эти места определены с учетом безопасности, размещения и комфортности для потребителей. Таких точек сейчас 5. Они будут стартовать в ближайшую неделю. Кроме специально оборудованных точек арбуза и дыни в Люберецком округе, можно покупать и в сетевых магазинах, а также нестационарных торговых объектах. Построенных по новому единому архитектурному облику. Необходимо помнить, что бахчевые должны храниться правильно. Лучше брать тот арбуз, который лежал в закрытом павильоне. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТА. В межмуниципальном управлении МВД Люберецкая состоялась пресс-конференция с временно исполняющим обязанности начальника отделения по борьбе с организованной преступностью Александром Тверитневым. Он рассказал журналистам о борьбе с этнической организованной преступностью и проявлениями экстремизма на территории городского округа. Одна из основных угроз национальной безопасности России – это деятельность экстремистских организаций, говорят сотрудники уголовного розыска. Они отрабатывают религиозные объединения и общины для того, чтобы выявить граждан, причастных к подобной деятельности, а также обнаружить каналы финансирования экстремистской направленности. С целью выявления лиц, замышляющих совершение экстремистских акций, проводится обследование транспортных средств территорий, помещений, зданий и сооружений в местах концентрации иностранных граждан, а также в организациях, использующих труд мигрантов. Так, в этом году в результате различных оперативных мероприятий сотрудники Люберецкого отдела по борьбе с организованной преступностью проверили более 200 человек. В том числе это были иностранные граждане и приезжие из Северокавказских республик. За первое полугодие 2017 года в Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое было возбуждено одно уголовное дело по линии экстремизма. Гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на иностранного гражданина, при этом высказывая его адрес оскорбления, направлены были на его происхождение. Ещё одно приоритетное направление работы сотрудников правопорядка – это борьба с этническими преступными группировками. В первом полугодии сотрудниками уголовного розыска Люберецкого района приостановлена преступная деятельность трёх преступных групп, сформированных по этническому принципу. В мае 2017 года сотрудниками уголовного розыска Люберецкого района в ходе проведённого комплекса оперативных мероприятий была установлена задержана ещё одна преступная группа. Данная группа похитила жителей города Лыткарина и вымогала денежные средства у него и у его жены. На территории Люберецкого округа этнические преступные группировки специализируются на разбой, квартирных кражах, грабежах, вымогательствах, наркотиках и незаконном обороте оружия. Анна Троян, Медий Шарапов, телеканал ЛРТ. Семь фактов распития алкогольных напитков в общественном месте пресекли сотрудники Томилинского отдела полиции во дворах посёлка во время вечернего рейда. Все нарушители заплатят штраф. Особо буйных пришлось доставить в обезьянник. Подобные рейды в летний период проводятся ежедневно. Так, за два месяца составлено более 300 протоколов, а общая сумма штрафов составила порядка 200 тысяч рублей. Именно так у сотрудников Томилинского отдела полиции зачастую начинаются тёплые летние вечера. На службе и в компании подвыпивших нарушителей кодекса об административной ответственности по статьям 2020 и 2021. Распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах. В очередной раз сотрудники полиции выходят на дежурство патрулировать улицы посёлка и выявлять нарушителей. Сегодня заступаем на пеший патруль патрулирования по посёлку Томилино. Это будет улица Гоголя, улица Пионерская. Будем выявлять административное правонарушение по статье 2020, часть 1. Это административный кодекс, связан с распитием спиртных напитков в общественном месте. Количество нарушителей всегда меняется по сезонам и по погоде. В среднем фиксируется от одного до пяти нарушителей за один вечер. Это всё зависит от погодного явления. Сами знаете сейчас погода какая, то дождь, то, собственно говоря, ну пять, может быть шесть, то есть не больше пяти. Лето – особенный период, когда жители могут позволить себе устроиться с алкоголем на детских площадках, в парковых зонах, на лавочках или просто не спеша идти по улице старой алкогольной продукции. Некоторые из них с полицией знакомы не понаслышке и уже даже не пытаются скрыться от патруля или спрятать спиртные напитки. Более того, завсегда тая лавочек предлагают выпить вместе с ними. На улицу гулять. Вы сидите, распиваете мужики. Где? У нас беседа, просто у нас траур. 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 Да. Здравствуйте. Выйдите, девушка. Вам просто должно быть уже стыдно. Вы уже не первый раз все попадаетесь и неоднократно были предупреждены о том, что делать этого нельзя. Друзья, вы знаете, что пить нельзя в общественных местах? Нет, не я вижу. Это не общественное место? Общественное место. Что это по-вашему? Это лавка. Лавка не общественное место? Вне зависимости от того, как часто попадается в поле зрения полиции тот или иной человек, его обязательно доставят в отделение за нарушение административного законодательства. Даже если нарушитель, иностранный гражданин и не в курсе, что распивать алкоголь в общественных местах запрещено. От ответственности это его не освобождает. Мужчина, Берецкое управление, руки не надо тянуть. Сержант полиции Голомощук, документы ваши. Документы там. Документы давай. Мужчина, вы почему здесь разбиваете? Извини, командир. Документы ваши. Документы, быстрей. Ты знаешь, что здесь пить нельзя? Ты знаешь, что здесь пить нельзя? Что нет? Сейчас будете доставлены на территориальный орган полиции для составления протокола. Понятно вам? Статья 20. Распитки спиртных напитков вообще есть по 10. Здесь запрещено распиток. В этот вечер сотрудниками правоохранительных органов безропотно проследовали все нарушители, кроме одного. Вернее, одной. Женщины, которая в компании мужа распивала алкоголь во дворе на лавочке после работы. Своей вины нарушительница признавать не хотела и отчаянно спорила с полицейскими. Совершили администрационное правоохранительное решение по статье 22.6.1. Штраф 500 рублей. Удет он вам. Оплата уже надо. Понятно? Сейчас проходим в территориальный орган полиции для составления протокола. Ну туда мы не пойдем уже. Я только что сработала. Ну что вы смеетесь над нами? Давайте нам здесь оформите. Да у вас тут пьют день и ночь. Распиртные напитки. Шашлыки и жарят. А вы повторяете за ним? Мы сейчас о чем говорим? Мы что должны сделать? Все убрать и уйти? Вы документы мне предоставьте, пожалуйста. Задержанные идти в отдел отказались. И правоохранителям пришлось вызвать служебный автомобиль. 41.69.23.38. И обратно привезти. Можете оказать помощь, подъехать на адрес. И обратно привезти. В ходе долгих попыток объяснения причин задержания женщина поняла, что проследовать в отделении ей все же придется. Но смириться с этим не могла. Общалась с правоохранителями весьма неохотно. А уже в отделении полиции при оформлении протоколов никак не мог успокоиться другой задержанный, который, напротив, очень жаждал общения. Не хочу сказать тебе оскорбить, я гражданин. Оскорблять не по вам. Не спросите себя на закрой? Нет. Я не могу сказать вам. Товарищи, не товарищи. А как сказать? Братан. За нарушения по статьям о запрете распития алкогольных напитков и появлении в состоянии опьянения в общественных местах, то есть, например, парках или детских площадках, предусматриваются штрафы от 500 и до 1500 рублей. Любовь Горчакова, Андрей Скрипкин, Томилина ТВ. Опасные для жизни нарушения выявили сотрудники Московской объединенной электросетевой компании. Специалисты проверили охранные зоны электросетей на территории Люберецкого округа. Рейд состоялся с участием съемочной группы нашего телеканала. Это оперативная съемка сотрудников Московской объединенной электросетевой компании. В Люберцах на улице Южная рядом с линией, которая находится под напряжением в 110 тысяч вольт, ведутся строительные работы. Водителю этого экскаватора угрожала опасность. До соприкасания техники с проводом оставалось 2 метра, и подобная не редкость. Вот еще несколько фото с мест, где происходили аварийные ситуации. Чтобы предупредить такие случаи, специалисты МАЭСК регулярно проводят проверки охранных зон электросетей. Есть хозяин! И тишина. Это объект на Новорязанском шоссе. Тоже стройка. Арендатор искусственно поднял уровень земли, чем сократил расстояние до линии электросетей. Кроме того, видно, что здесь находятся жилые здания. Видим прямую опасность жизни и здоровья людей. Как минимум, если данные здания будут использоваться для проживания, минимум это пожар, максимум это удар электрическим током 110 тысяч вольт. Также повреждение линии вызовет отключение. Это значит, может остаться без электричества целый район Люберец. Найти собственников и проинструктировать их сложно. В диалог они не хотят вступать. А заборы, жалуются сотрудники МАЭСК, затрудняют проводить плановые работы и проверки. А эта территория возле Красковского карьера. Здесь тоже поднят уровень земли. Они подняли габарит земли до провода настолько, что при работе техники раз в месяц стабильно рвали нам провод. То есть неоднократно выезжала бригада для ремонта данного провода, неоднократно предупреждались люди о невозможности нарушения охранных зон и постановления номер 160, об опасности, которая им грозит. Охранная зона электросетей 110 кВт – это 20 метров от крайнего провода. 220 кВт – это 25 метров. Сотрудники МАЭСК убедительно просят не производить там запрещенные работы, а также согласовывать действия со специалистами, если на участке проходит линия электропередач, и быть аккуратными, находясь вблизи от нее. Ведь это опасно для жизни. День открытых дверей прошел в агрофирме «Поиск». В рамках мероприятия состоялась презентация достижений селекционной семеноводческой компании, дегустация овощей и экскурсия по объектам предприятия. Наша съемочная группа тоже побывала в гостях у агрономов и узнала секреты создания новых сортов растений. Дни открытых дверей для партнеров и клиентов агрохолдинг «Поиск» проводит регулярно. Одна из самых крупных селекционно-семеноводческих компаний имеет почти 30-летний опыт в разработке видов растений и семян. Во время официальной части руководители подразделений «Поиска» рассказали гостям о результатах своего труда и о достижениях. Мы располагаем современной материально-технической базой. Мы имеем 31 селекционера. За это время создано 650 сортов и гибридов. И очень отрадно, что они используются не только на любительском рынке, но и на профессиональном рынке. Одно из важных событий мероприятия – торжественное открытие завода по производству семян. Это технический комплекс, где семена будут дорабатывать, точно калибровать и расфасовывать. Далее по программе – посещение теплиц. Сладкий фонтан, афродита, желтое сердце – так творчески и с любовью здесь называют самые выдающиеся образцы посленовых. Сейчас главная забота селекционеров – создавать овощи, устойчивые к заболеваниям, чтобы выращивая их, не использовать для лечения пестициды. При вот таком урожае у нас еще меньше обработок, потому что они устойчивы к фузырозному увяданию, они устойчивы к ладоспориозу, это пятнистость на листьях. Они устойчивы к вирусу, табачной мозаике. Поэтому, выращивая вот эти гибриды, мы можем, помимо того, что наслаждаться их вкусом, красотой, еще и охранять свое здоровье. А также необходимо защищать овощи от насекомых, желательно без химической обработки. Вместе с Институтом карантина растений у нас проводится исследовательская работа и успешно сейчас завершена, и будет иметь практический выход – это ловушки для насекомых. Такой комплексный подход позволяет предложить покупателю наиболее вкусные сорта растений, безопасные для здоровья человека, в том числе для детей и беременных женщин. В настоящее время селекция в агроферме «Поиск» ведется по 18 культурам. Всего же здесь выращивают сотни видов овощей, фруктов, ягод, а питомник декоративных и плодовых растений считается самым большим в России. Площадь питомника здесь 15 гектар. Все растения мы выращиваем в контейнерах преимущественно. Растения доращиваются от одного года до пяти лет. Видовой состав здесь более 400 видов, если быть точным, 440 видов растений, что представляет собой 2300 сортов. Гортензии, барбарисы, гехеры – кажется, это настоящий рай для садовода. Увидеть, как все это будет смотреться на участке, можно прямо здесь, в ландшафтном бюро «Горде». Это победитель международных конкурсов и выставок. Здесь легко можно получить помощь дизайнеров, к примеру, узнать о модной ландшафтной идее, о том, как грядку сделать клумбой. Это не только полезно, это еще и красиво, потому что листики мангольда могут быть подчеркнуты красными соцветиями, например, вербены. Или томаты, которые созревают желтенькие, хорошо перекликаются с цветом душицы. Поэтому, конечно, присутствие на участке декоративного огорода значительно оживит и упростит работу садовода. В планах на будущее у сотрудников агрохолдинга поиск укрепления лидерских позиций в России за счет улучшения качества семян и растений и выход на международный рынок к зарубежным партнерам. И, конечно же, поиск новых вкусов и творческих идей. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе тишину в Малаховке нарушил рев мотоциклов и электрогитар. В поселковом парке состоялся благотворительный фестиваль «Железный рок», а вечером там прошло традиционное фаер-шоу. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Фестиваль «Железный рок» — совместное детище нескольких музыкальных групп. Проходит впервые. Но организаторы надеются, что фестиваль пропишется в Малаховском парке надолго. На премьере в основном друзья музыкантов, члены семей — редкие отдыхающие. Начинание приехали поддержать самые преданные поклонники этой агрессивной музыки — байкеры. Многие мне нравятся, многие говорят, рок как-то в парке, надо какая-то музыка более поспокойнее. Но у нас здесь на этой площадке проходят и джазовые фестивали, и театральные вечера, разные форматы. Но сегодня мы решили попробовать именно вот рок. Раиса Гиванзяна мнение директора парка не разделяет. У нее рок-музыкой занимается вся семья — муж и двое сыновей. Говорит, что музыка действительно громкая, но она уже привыкла. А так вообще мы приходим, слушаем, как кто-то поет, кто играет, как мой муж играет и поет тоже хорошо. Он музыкальный человек. Открывал фестиваль лирический дуэт из Москвы «Джулия Дэй». Музыканты исполнили песни на английском языке. Солистка группы пообещала создать зрителям летнее настроение. За сценой также кипела работа. Вокалист и лидер группы «Чума металла» Сергей Шуралев из Раменского провел генеральную репетицию. На фестиваль, как рассказал фронтмен, коллектив приехал со стандартным плейлистом, который включает две новые композиции. Песни «Серая гавань» всего месяц. Сейчас она записывается в студии. Вторая новинка – «Сила лета». Также у нас есть композиция, которая называется «День сечи». Это о последних событиях на Украине. То, что произошло, Майдан и все остальное. В общем, в этой песне пишем то, что идет война между народом. Политики хотят, ну, не политики, скажем так, а главные. Они хотят просто платить, а страдать народ. В концертной программе только песни. Ограничений по времени нет. Поэтому у групп, которые преимущественно выступают в клубах и знакомы ограниченному кругу фанатов, была хорошая возможность познакомить с творчеством широкую публику. По отзывам музыкантов, летняя сцена в Малаховке для этого подходит превосходно. Фестиваль, как и все другие мероприятия, что проводит рок-сообщество, благотворительный. Это не первая акция, которой мы помогаем детям. У нас есть мальчик, ДЦП, которому мы помогаем уже около 10 лет. Это Кирюша Яковлев, житель нашего Люберецкого округа. Ну, решили пойти дальше. Есть и другие дети. Всего выступило 8 групп из Москвы и Московской области и отдельные исполнители. Прогнозы организаторов оправдались. К вечеру зрителей в парке значительно прибавилось. Алексей Абрамов, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В Доме детского творчества завершилась очередная смена летней досуговой площадки для детей, которые по разным причинам не смогли отправиться отдыхать в детские оздоровительные лагеря. Две недели пролетели как один день, но за это время люберчане многому научились, чему именно они показали на заключительном концерте. Дети, бабушки, а также папа и мамы, которые смогли выбраться в будний день с работы. В зале Дворца детского и юношеского творчества «Аншлаг». Праздник веселый и одновременно грустный, потому что надо расставаться. А многие из ребят успели подружиться. Начнет работу третья смена. Поэтому все те ребятки, которым негде отдохнуть, мы приглашаем к нам во Дворец творчества. Сюда в город Люберцы, поселок Томилино и Малаховку. Преподаватели Дворца творчества за две недели постарались передать и научить ребят всему тому, что знают сами. А знания объемные. Изобразительное творчество, декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал, театральное искусство, фотодело. У Натальи Литовской во Дворце занималась дочь Алёна. По ее словам, организация подобных смен – большое подспорье для родителей, которые не смогли отправить детей отдыхать. Очень рады тому, что есть такое заведение. Посещаем мы уже не один год. Дети постоянно приходят в занятия с новыми какими-то познаниями, знаниями. Тут очень великолепный педагогический состав. Главной темой этой досуговой площадки стали путешествия. А за основу в процессе обучения ребят педагоги взяли сказку Александра Волкова «Волшебника страны ОС». Тему путешествий воспитанники отразили во всем – в декоративно-прикладном искусстве, в танцах и песнях. И ушел он годом, а душет и звезда, Их не украшение белое тюрьки. К выпускному дню вместе с концертом дети подготовили выставку поделок, выполненных в технике бумагопластики и пластилинографии. Экспозицию назвали «От всего сердца». В нее вошли картины, миниатюры, сюжеты о путешествии в бумажные композиции. Работы подарили родителям. Алексей Абрамов, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе в нашей стране отметили День Крещения Руси. Он закреплен в российском законодательстве в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности. В Томильне этот праздник отметили в Центре культуры и семейного досуга. В Томильнском Центре культуры и семейного досуга сегодня, как, впрочем, и всегда, слышны песни и стихи. Только на этот раз все они посвящены России и любви к ней. Здесь впервые отмечают важный для православных людей праздник – День Крещения Руси. Кроме песен, коллектив Томильнского Центра культуры и отдыха подготовил лекцию о Дне Крещения Руси. Коротенький рассказ, просто напоминание нашим зрителям о тех событиях, которые они, конечно же, изучали по истории и чему посвящен сегодняшний день. День Крещения Руси – относительно молодой светский праздник. Официально в нашей стране его отмечают с 2010 года. Он связан с именем Владимира Святославовича, известного в народе как Владимир Красное Солнышко. Вслед за лифтописной хронологией событие принято относить к 1988 году н.э. и считать началом официальной истории русской церкви. Хотя, по данным некоторых историков, оно могло произойти и несколько раньше, и несколько позже. В России православие являлось официальной религией вплоть до 1917 года. В период существования Советского Союза в основном был распространен атеизм, хотя многие втайне крестили детей. Сегодня Российская Федерация – светское государство. Между тем, самой распространенной конфессией в нашей стране являются именно православные. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Самиленском центре культуры и отдыха отметили День военно-морского флота. Участники торжества исполнили тематические песни, посвященные морским защитникам Родины. На концерте побывала наша съемочная группа. День военно-морского флота России – памятный праздник, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Вот и в Тамиле не впервые торжество отметили участники центра культуры и отдыха. Вы знаете, что у нас было мероприятие, посвященное присоединению Крыма. Это было три года присоединения Крыма. А вот этот праздник мы первый раз решили сделать. Так сказать, это у нас дебют. На концерте выступили солисты Тамиленского центра культуры. Это люди разных возрастов и профессий. Всех их объединяет одно – любовь к своему отечеству и музыке. Там люди приезжают из Тамилина, ну, эти пешком приходят. Из Люберец приезжают, из Москвы приезжают. Ну, и даже из другого района, из Равенского района приезжают к нам петь. Ну, участникам я пожелаю выступить, так сказать, с удовольствием, с настроением. Ну, и чтобы это приятно было для Тамиленцев и для зрителей, которые нас будут смотреть. Участники праздника надеются, что в следующем году День военно-морского флота отметят с большим размахом. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Продолжается интернет-голосование за лучшую социальную инициативу премии губернатора «Наше Подмосковье». Оно проходит на сайте проекта. В этом году подано почти 20 тысяч заявок, порядка двух тысяч – от люберчан. Мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. Дача композитора Глеера в Малаховке – это и частный музей, и открытая площадка, где проходят творческие встречи, концерты, лекции, литературные вечера. Авторы этого проекта – потомки известного музыканта. Это дачный дом композитора Рингольда Глеера в Малаховке. В начале 20 века, как и многие из московской интеллигенции, он приезжал в эти места для творческих встреч. В то время композитор работал над прославившим его на весь мир балетом «Красный магнелли» Брэта Михаила Курилко. Теперь внучка Рингольда Глеера тоже известный музыкант, вспоминает те дни. Ходили Курилко, вот как раз это время было, когда он сочинял этот балет. Вот тут, я даже не помню, по-моему, тут даже пианино мы какой-то туда ввозили, брали на парокат. Ну, чтобы, в общем, хотя дедушка сказал, что мне ни пианино не нужен, он писал всё просто, вот сразу так. Я не умею так писать. Сегодня дом известного композитора сохраняют потомки. В этом году в его стенах открылся музей. У нас сохранилось очень много памятных материалов, фотографий, афиш, нот, каких-то предметов, которыми пользовался композитор Лиер, которые вот хочется показать и дать возможность посетителям приобщиться и поучаствовать в культурной жизни в Маловке. В интерьерах 20 века тут оживает история творчества основателя советского балета. А в пожелтевших письмах нелёгкая, как и у всех, кто пережил войну, судьба его семьи. Дорогой Гольдик, вчера не удалось отправить письма. Очень просим поскорее к нам приехать. Это в эвакуацию. Неужели Большой театр ничего не даст вперёд? Это имеет деньги, наверное. За мадемуазель Фи-Фи. Романс для скрипки и фортепиано – одно из самых узнаваемых глиеровских произведений. Исполняют друзья семьи, именитые музыканты. Такие выступления здесь не редкость. Сделать дачу в Малаховке открытым культурным пространством – одна из целей глиеров. Среди крупных мероприятий, которые уже состоялись – торжественное открытие дачи-музея, вечер памяти Ринкольда Глиера, а также встречи с поэтами, музыкальными исполнителями и артистами балета. Каждое мероприятие в семье глиеров завершается чаепитием из фамильного самовара. За столом собираются гости, творческая интеллигенция, идёт светская беседа. Кажется, в этой семье не только сохраняют культурное наследие нашей страны, но и возрождают знаменитые малаховские посиделки. И в завершении выпуска в мире гаджетов появилась новая модная игрушка – спиннер. Она сразу захватила внимание не только детей и подростков, но и взрослых. Сегодня каждый второй россиянин держал в руках это американское изобретение. Специалисты, в свою очередь, уверены – спиннер дурно влияет на психику людей. Например, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями уже планирует провести ряд исследований на эту тему. Ну а телеканал ЛРТ провёл своё. У меня в руках спиннер. Это новомодная игрушка, очень похожа на обыкновенный волчок. Отличается лишь наличием подшипника, вокруг которого и вращается вся конструкция. Сегодня купить спиннер можно в Люберцах, да и вообще в любом другом городе практически на каждом шагу. Вот и мы отыскали его в обыкновенном канцелярском магазине. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пользуются ли спиннеры популярностью и кто в основном их покупает? Здравствуйте. Спиннеры пользуются очень большой популярностью. Сейчас в основной категории, кто их покупает, это школьники, дети. В сети в своё время стали очень популярные трюки со спиннерами, и каждый хотел их повторить. Плюс спиннер имеет антистрессовый эффект, поэтому его тоже покупают. Желание испытать на себе тот самый антистрессовый эффект, да и просто банальное любопытство – основные причины, по которым люди покупают спиннеры. История с ними закрутилась ещё весной. Сегодня вертушки продолжают завоёвывать всё больше поклонников. Ну, это пик моды. Вот было наше поколение, у нас было модно фишки. У них вот модно сейчас как-то спиннеры. Для никого-то это игрушка, для кого-то это успокаивающее. Ну, она нервы успокаивает. Саму она меня раздражает. Наоборот, никакого успокоения от неё я не получаю. Ну, чтобы внимание концентрировать. Хотя многие говорят, что она для того, чтобы нервы успокаивать. Психологи говорят, что спиннер действительно способен успокоить. Вопрос здесь в другом. Задумайтесь, а почему у вас, ну или у вашего ребёнка, вообще возникла потребность успокаивать себя с помощью этой вертушки. Это некие проявления неврозов. Потому что есть кто, кто волосы крутит, футболки. Ну вот, лишь бы что-то крутить. Это такой сигнал для возможности заглянуть в свой внутренний мир и что-то скорректировать в нём. Ничего опасного в этом нет. Родителям важно задуматься о психоэмоциональном состоянии ребёнка, потому что это показатель его тревожного состояния. Однако не все родители разделяют эту точку зрения. В семье Ольги Садововой, например, дети крутят спиннеры постоянно. Кстати, ничего плохого она в этом не видит. Я считаю, что это очень интересно, потому что мелкомоторику развивает. И действительно, я вижу, что постоянно крутят и на улице делятся. И, во-первых, столько впечатлений. Мама, давай купим другой. Мама, давай вот такой цветной. Ну, интересно. Они яркие, красивые. Но главное, чтобы качество было хорошее, чтобы не травмировали руки они, не резали. Потому что, зная, что у некоторых друзей уже были проблемы. Качество спиннеров – ещё один очень важный момент в этой истории. Сотрудники Роспотребнадзора по-настоящему обеспокоены этой проблемой. Ведь сейчас на рынке очень много дешёвых китайских вертушек, способных нанести вред здоровью. Если эти спиннеры продаются, они должны быть качественные и безопасные для тех, кто их покупает, и, соответственно, тех, кто их использует. Есть механические части подшипники. И некоторые, насколько я видел, спиннеры, они достаточно бесшумные, а некоторые, они всё-таки достаточно шумящие. То есть, ну, всё зависит, по всей видимости, от качества того подшипника, который там стоит. Вот с этим вопросом тоже, по всей видимости, будут заниматься наши коллеги. Телеканал ЛРТ тоже решил заняться этим вопросом и провёл свой собственный эксперимент. На протяжении полутора суток наши корреспонденты проверяли, а помогает ли вертушка сосредоточиться и сгенерировать гениальные идеи. Ведь ещё по одной версии спиннер – источник внезапного вдохновения. Очень сильно отвлекал, потому что это было что-то новое, это какая-то вот игрушка, как оно работает, какие-то трюки. И поначалу, вот, скорее, не то, чтобы работала, а отвлекалась на спиннер. Теперь начала периодически подмечать за собой, что сижу и как-то вот на столе так его как-то кручу, и сама даже не задумываюсь о том, что он у меня есть. Да, возможно, всё-таки помогает сосредоточиться и как-то, может быть, немножечко руки занять, наверное. В общем, как ни крути, история любопытная. Сдаётся, что весь ажиотаж вокруг яркой вертушки искусственно создан продавцами спиннеров. Такая типичная пиар-компания. В любом случае серьёзного вреда здоровью нанести эти игрушки не способны. Важно только не закрутиться и вовремя остановиться. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»